Партнер выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности. Дороги не доделали, а снег уже выпал. Жители Владивостока переживают за сроки ремонтов городских трасс. Снеговая – это один из важных у нас артерий города Владивостока. И она именно соединяет у нас Патрокол и, естественно, соединяет у нас наш центр города Владивостока. Коста-сирена вновь зашла во Владивосток. На ее борту 3000 пассажиров из Кореи. Они экспериментируют, узнают что-то новое, улыбаются. Все это в такой игровой обстановке непринужденной. Опыты, эксперименты и химические элементы. Фестиваль «Наука 0 плюс» состоялся на площадках в БУЭС. Также в выпуске прямых выборов глав районов и городов пока не ожидается. Законопроект, по словам чиновников, надо дорабатывать. И еще расскажем, Владивосток вошел в десятку перспективных городов по версии Форбс. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Прямых выборов мэра в край пока не будет. Профильный комитет законодательного собрания Приморье поддержал предложение властей региона не рассматривать законопроект об их возвращении. По мнению администрации Приморья, вопрос о возвращении прямых выборов глав городов и районов требует дальнейшей доработки. Это связано с вводом нового вида муниципального образования муниципальных округов. Сейчас в край идет работа по преобразованию нескольких муниципалитетов муниципальной округа. После чего предстоит сформировать органы власти этих территорий, что также повлечет значительные финансовые затраты. Напомню, ранее Заксобрание Приморья в первом чтении приняло законопроект о возвращении прямых выборов. Продолжить работу над документом депутаты планировали в 2019 году. Отмечу, прямые выборы не проводятся с ноября 2014 года. Во Владивостоке в ночь на понедельник выпал первый снег. И горожане беспокоятся, успеют ли дорожники восстановить дорожное полотно до морозов. Утром было затруднено движение по четырем дорогам, где торопятся с ремонтом. Это проспект Столетия Владивостока, улицы Стрелковая и Снеговая, Партизанский проспект. Именно здесь с проверкой побывал глава города Олег Гуменюк. Рабочая группа в ходе рейда выяснила, успеют ли дорожники закончить ремонт заявленной сроки. Подробности у Катерины Матвеевой. Снеговую закатают в асфальт. Участок длиной в 3,5 километра будет отремонтирован на деньги Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Эта дорога не видела серьезного ремонта долгие годы. И многочисленные жалобы горожан тому подтверждение. Снеговая – это один из важных у нас артерий города Владивостока. И она именно соединяет у нас Патрокол и, естественно, соединяет у нас наш центр города Владивостока. И здесь подряд кампании должен закончиться по расстоянию около 3,5 километров. Это у нас где Товму. Наше училище, высшее военно-командное училище. Ливневку наполовину сделано. Это около 2 километров, чуть меньше они сделали. Но вчера они плохо работали, потому что говорят, что они как проблемы с заводом. Но это опять еще раз, это не говорит о том, что контракт будет сдвинут из-за того, что завод не работает. Это ответственность, первое всего, подрядчиков. Еще одна дорога, давно нуждавшаяся в ремонте – улица Стрелковая, соединяющая Воропаева и Ватутина. Дорогу на время перекрыли, чтобы дорожные работы не мешали движению транспорта. Систему ливневой канализации здесь уже прочистили и почти полностью отремонтировали. Покрытие верхнего слоя. Протяженность участка 4,5 тысячи квадратных метров. Работают 12 человек, плюс в районе 20 единиц техники. Планируем сегодня закончить этот участок. Участок проспекта Столетия Владивостока в районе остановки Постышева также в перечне осенних работ на средства Минвостокразвития. Ремонт здесь специально проводят ночью, чтобы трасса могла функционировать днем. Впрочем, и вечером здесь немало машин, поэтому подрядчики пообещали поторопиться. Здесь уже идет шима, слой тот, который верхний, второй слой, где мы видим, даже позаботились о том, чтобы был переезд ровный. Мы только что подъехали, где видно качественный подход к рельсам. Здесь уже до столетия сделана уже дорога полностью в том слое, в котором она должна быть использована. Сейчас будет рядом второй слой. Эта дорога будет идти до путепровода. Некрасовская путепровода, где у нас эта дорога будет двух сторон отремонтирована и будет примыкать как раз к дороге, которая отремонтирована раньше и находится в хорошем состоянии. Аварийно-восстановительный ремонт на одосторонние дороги ведут и по Партизанскому проспекту. На участке от Некрасовской развязки до Дворца культуры железнодорожников работают шесть единиц спецтехники. Все дорожные работы должны быть завершены до наступления холодов. За качеством ремонта обещают пристально следить специалисты администрации Владивостока. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Тем временем Владивосток оказался в десятке самых перспективных городов России по версии журнала Forbes. В рейтинг вошли населенные пункты, совершившие за 10 лет заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни. Столица Дальнего Востока оказалась на пятой строчке после Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. Авторов рейтинга привлекла во Владивостоке прежде всего работа в области культуры. Среди достоинств активная работа по созданию международных арт-резиденций, сотрудничество с иностранными искусствоведами, а также выход отечественных художников на выставки международного уровня. Так, в обосновании отмечено, что музей Арсенева активно работает с локальным контекстом, дальневосточными художниками и развивает паназиатские партнерства. Центр современного искусства «Заря» организует международные арт-резиденции, в рамках которых художники исследуют местный контекст, а проекты художников потом оказываются в том числе и в парижских галереях. Кроме того, Форбс акцентировал внимание на работе архитекторов «Конкрет Джангл» – самый романтичный проект-бюро «Семь сопок Владивостока». При этом на этот раз при составлении рейтинга не уделяли внимания другим аспектам из жизни города, как это делал, например, финансовый университет при правительстве России. Тогда при составлении рейтинга «Качество жизни населения» Владивосток был на 13-м месте с конца. Из-за проблем в сфере медицины, а также качества дорог и услуг ЖКХ. Также исследование о качестве жизни в регионах в феврале этого года опубликовало реорейтинг. Приморский край не попал в десятку лучших, а оказался на 50-м месте. В минувшие выходные Приморская столица продолжала наращивать научный потенциал, проверять качество питьевой воды, пройти мастер-класс по каллиграфии или изучить смарт-технологии в лаборатории «Умный город» смогли жители Владивостока. Во ВГОЭС прошел ежегодный фестиваль «Наука 0+.» Подробности в следующем материале. На фестиваль «Наука 0+.» съехались разработчики, ученые и гости из самых разных уголков Приморья. Кто-то предлагает поиграть на овощах и фруктах в буквальном смысле, а кто-то организует настоящий аэродром в стенах университета, а кто-то предлагает попробовать свои силы в химических экспериментах. Работа нашего института связана с морем, и поэтому мы решили связать эти две темы, показать разнообразие химических элементов и также представить продукцию нашего института, разработки нашего института и технику для проведения химической реакции. Одной из участниц фестиваля стала преподаватель в лицее МГУ имени Невельского Екатерина Лопаткина, которая стала победителем конкурса грантов «Молодежная инициатива». Её образовательный проект «Юный учёный» предлагает экспериментировать и проводить различные опыты, чтобы оценить качество минеральной воды, например, или овощей и фруктов. А если не повезло, то иметь чёткую инструкцию, что делать в случае острого пищевого отравления. Мне выделили средства на покупку оборудования. Это грант в размере 60 тысяч. Я смогла приобрести всё необходимое, разработала программу, поскольку я преподаватель, и смогла с ребятами со всего города проводить разные интересные занятия. Они экспериментируют, узнают что-то новое, улыбаются, всё это в такой игровой обстановке непринуждённой, и приходят снова и снова на мастер-класс. И вот сегодня вижу многих своих, можно сказать, учеников, выпускников, которые пришли сюда на площадку. 9-й Всероссийский фестиваль «Наука-0 плюс» традиционно принял в ГУЭС. Это более 100 локальных площадок по разным тематикам. Интернет-вещи, искусственный интеллект, технология волшебства, социология детства, космополиты, достать звезду. В 2019 году главной темой фестиваля стала периодическая таблица химических элементов. Тематика выбрана в честь 150-летия открытия Дмитрия Менделеевым периодического закона химических элементов. У нас многие площадки в честь, по направлению химии организованы. Например, у нас есть площадки «Химический квест». Его подготовили студенты по рекомендациям расмосковских химиков. Изучили всю их лабораторию и представляют нашим детям возможность поучаствовать в различных экспериментах. Фестиваль науки – уникальное событие. Он включает в себя различные формы общения с аудиторией, открыт и доступен для всех. Мероприятия посещают всей семьей, классом или курсом. И самое главное – фестиваль позволяет любому человеку в любом возрасте стать исследователем и эмпирическим путем понять, что, как работает и взаимодействует. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. К слову, привычная аббревиатура в ГОЭС доживает последние дни. Как стало известно из источников, близких к руководству Университета экономики и сервиса, в ВУЗе принято решение сменить название. В скором времени в ГОЭС станет Владивостокским государственным университетом или ВГУ. Новое название закрепит сложившийся за последние десятилетия многопрофильный статус учебного заведения. Правда, сокращение будет дублировать название некоторых других российских ВУЗов, к примеру, Воронежского госуниверситета. Напомню, во Владивостоке есть и свой МГУ – Морской государственный университет. В ГОЭС до своего переименования в 90-х годах был известен как Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания – ДВТИ. Он был открыт в 1967 году. Решение было обусловлено потребностью развивающейся легкой промышленности региона в подготовленных кадрах – инженерах, технологах, руководителях производств. Кстати, после образования ДВФУ и его перевода на остров Русский, в ГОЭС оказался выигрышной ситуацией, что мало кто ожидал. Нерешаемые годами транспортные проблемы и сложная ситуация с общежитиями на острове, а также достаточно демократичные условия учебы заставили многих преподавателей и студентов выбирать именно в ГОЭС. Уже в среду все подробности журналистам расскажут представители ВУЗа на специальной пресс-конференции. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой… Круизный сезон во Владивостоке закроет лайнер «Коста-Сирена». Ярмарку вакансий проведут для жителей дальневосточной столицы Артема и Надеждинского района. Пригородные электрички «Примурье» поменяли расписание. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче все в порядке. Круизный сезон во Владивостоке закроет лайнер «Коста-Сирена». Ярмарку вакансий проведут для жителей дальневосточной столицы Артема и Надеждинского района. Пригородные электрички «Примурье» поменяли расписание. Ярмарка вакансий пройдет во Владивостоке 17 октября. Примурский центр занятости населения приглашает на нее жителей дальневосточной столицы, а также Артема и Надеждинского района. Свои вакансии предложат более сотни работодателей края. Это крупные банки и страховые компании, торгово-розничные и строительные предприятия, учреждения социального, медицинского обслуживания и другие. Безработным предложат около 2500 свободных мест. Ярмарка пройдет 17 октября с 10 часов до 13 в здании Владивостокского цирка по адресу Светландская, 103. Традиционно все гости смогут посетить бесплатные мастер-классы от экспертов в области подбора персонала. Приглашенные предприниматели и психологи расскажут, как правильно составить резюме, успешно пройти собеседование и быстро адаптироваться в коллективе. Также можно будет получить направление на бесплатное профобучение или открыть собственное дело. При поддержке из краевого бюджета в рамках национальных проектов. Одной из площадок мероприятия станет экспресс-биржа труда. Здесь работодатели предложат варианты быстрого трудоустройства для тех граждан, которые нуждаются в срочном заработке. Еще раз напомню, ярмарка вакансий пройдет 17 октября в здании Владивостокского цирка. Приморские железнодорожники прислушались к мнению пассажиров и, согласно многочисленным обращениям, внесли корректировки в действующее расписание пригородных электропоездов. Так, на маршруте поезда «Усуриск-Хасан» назначена дополнительная остановка «Барсовый». 16 октября поезд с сообщением «Надеждинская-Мосчуркин» будет отправляться позже на 21 минуту в 17.27. Соответственно, сместится время отправления по всем станциям и остановкам вдоль маршрута. На поезде сообщения «Мосчуркин-Надеждинская» время отправления смещается в более позднюю сторону – на 35 минут в 19.10. Также сместится время отправления по всем остановкам. А вот поезд «Владивосток-Мосчуркин» будет отправляться на 20 минут раньше. 16 октября в 18.20. В связи с этим маршрут этого электропоезда будет завершаться на Луговой. Раньше будет отправляться и поезд «Кнеевичи-Владивосток» 16 октября в 10.40 на 5 минут раньше. А вечерний поезд «Кнеевичи-Владивосток» будет уходить на 10 минут позже – 16 октября в 17.50. Так что следите за расписанием, чтобы вовремя подойти к нужному электропоезду. И далее к новостям спорта. Спидвейный клуб «Восток» в пятый раз стал чемпионом России. Футболисты «Луча» проиграли худшей команде чемпионата. «Адмирал» продлил свою победную серию до шести матчей подряд. Подробности расскажет Максим Яковлев. Спидвейсты «Востока» стали чемпионами России. Решающая гонка командного чемпионата страны проходила во Владивостоке на стадионе «Авангард». Хозяевам в финале противостояла Тольяттинская «Мегалада». Зрелищная гонка мастеров, завершающая сезон по всей стране, собрала несколько тысяч зрителей. 15 заездов держали в напряжении на протяжении двух часов. Команда «Восток» захватила лидерство с самого первого заезда и в итоге подтвердила ожидания болельщиков. Со счетом 63-28 приморцы разгромили «Мегаладу». Таким образом, Владивостокский клуб стал пятикратным чемпионом России. Награды нашим гонщикам вручал губернатор Олег Кожемяка, который напомнил о масштабной реконструкции стадиона «Авангард», которая завершится к 2021 году. После обновления всего объекта местный спидвейст станет еще более зрелищным и популярным. Футбольный клуб «Луч» встречался с аутсайдером чемпионата. Будучи в Иваново, приморцы сыграли с местным текстильщиком. Игра с новичком в ФНЛ, казалось, пойдет по правилам тигров. И гости действительно начали бодро. Уже к 12-й минуте забили два мяча. К тому же футболисты Иваново к этому моменту остались в десятером. Однако удаление настолько разозлило хозяев, что они смогли быстро вернуть эти два гола, один из них при помощи пенальти. Приморцы же уходить на перерыв с таким позором не хотели и к концу первого тайма снова закрепили лидерство 3-2. Увы, но после перерыва инициатива все-таки осталась за текстильщиком. Сначала хозяева вновь догнали желто-синих, а затем за 4 минуты до конца матча забили победный мяч. Наверное, все по делу было. Три передачи в штрафную зону, в штрафную площадь, со стандартов не доиграли, проморгали, пропустили. Поэтому заслуженная победа хозяев. Все по делу. Мы проиграли сегодня сами себе. Следующий матч Луч проведет у себя дома. 19 октября в гости приедет Енисей. Хоккеисты «Адмирала» одержали шестую победу подряд. Приморцы продлили выигрышную серию в выездном матче с Челябинским трактором. Игра между этими командами была принципиальной, потому как они находятся рядом в турнирной таблице. «Адмирал» открыл счет уже на 20-й секунде. За быстрым голом последовали почти 20 минут тишины. И только к концу периода моряки увеличили отрыв. Правда, во втором и третьем периодах трактор отыграл лучше и смог вернуть равный счет на табло. 2-2. Ни концовка, ни овертайм победителя не выявили. Судьбу матча в итоге решали булиты. В них-то «Адмирал» и оказался удачливее. После очередной победы моряки закрепились на шестой строчке в чемпионате. От тройки лидеров «Приморцев» отделяет всего три очка. Максим Яковлев. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Дороги не доделали, а снег уже выпал. Жители Владивостока переживают за сроки ремонта в городских трасс. Прямых выборов глав районов и городов в крае пока не ожидается. Законопроект, по словам чиновников, надо доработать. Владивосток попал в десятку перспективных городов России по версии «Форбс». Причиной послужили культурные преобразования. Коста-сирена вновь зашла во Владивосток на ее борту 3000 пассажиров из Кореи. Ярмарку вакансий проведут для жителей дальневосточной столицы Артема и Надеждинского района. Опыты, эксперименты и химические элементы. Фестиваль «Наука 0 плюс» состоялся на площадках в ГУЭС. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях. Или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-8812. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Потасовкой закончилась бизнес-пати вне эфира, организованная холдингом «Бизнес-кейс». Жесткая драка между официантами началась в зале Джаконда отеля «Гавань». Во время презентации трех ресурсов радиолема ВиБиСи и 8 канала молодые люди повздорили. И тут же, не дожидаясь окончания вечеринки, пустили в ход руки и ноги. Участники, представители холдинга и рекламодатели не могли понять, что это – «Бои без правил» или оригинальный флешмоб. Группа «Радиобэнд» и ведущий шоу не растерялись и подзвучили драку. Так что же это было – инцидент или оригинальный элемент шоу? Решайте сами. Смотрим вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Много чего происходило здесь у нас. Много чего происходило. И будет, скорее всего, происходить на радио. Эй! А, я пойдущий шестерам покряду. КОНЕЦ Шоу быстрого реагирования Вы здесь, ребята, это вечернее шоу быстрого реагирования Вы здесь, ребята, это вечернее шоу быстрого реагирования Партнер выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы Работа кипит Дети под присмотром на даче Все в порядке